Иснение по закону, по аллаке, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл уроков «Жизнь по Торе». И сейчас мы поговорим о заповеди «Кашрут». «Кашрут» — это законы, связанные с едой. Суть этой заповеди, она открыта была еще первому человеку, когда Бог сказал, что от дерева познание добра и зла от этого дерева не ешьте. Все остальное ешьте, от этого дерева не ешьте. А что сделали они? Поели, поели и нарушили тем самым волю Всевышнего. Человек так устроен, что он в этом мире должен питаться. То есть по-любому, хочешь ты или не хочешь, в среднем человек съедает от одного килограмма до трех килограмм еды в день. Еда, вода, вместе возьмем в среднем два килограмма человек съедает, чтобы легче было считать. За год 365 умножить на два килограмма равно 730 килограмм. Чуть-чуть увеличим. Тысяча килограмм за год. Тонну еды съедает человек за год. За 70 лет жизни 70 тонн съедает каждый из нас еды. Представляете? 70 тонн. Еще я хотел одну цифру посчитать, что мы, например, за, допустим, килограмм еды стоит 5 долларов, чтобы легче было считать. Значит, человеку на то, чтобы питаться на питательную часть своей еды, хватит тысяча килограмм в год. Это 5 тысяч долларов в год хватит для того, чтобы питаться в среднем человеку. За 70 лет человек съедает, за 70 лет он съедает 350 тысяч долларов. 350 тысяч долларов съедает человек еды за 70 лет своей жизни. И что? Как он родился, весил несколько килограмм, так он и умирает, весит несколько килограмм. Получается, он сквозь себя пропускает очень много еды, и, значит, еда эта уходит никуда. И что? Та еда, которую человек ест, она может для него стать выполнением воли Всевышнего. Она может его духовно совершенствовать, или она может его духовно уничтожать. Еда, которую он ест, может его в физическом плане делать более здоровым, и в физическом плане делать менее здоровым. Законы Кошерута, они относятся к духовному совершенствованию человека. И когда человек ест кошерную, то есть разрешенную Богом еду, и воздерживается от того, чтобы не есть еду запрещенную ему, то он духовно растет. Законы Кошерута основные вам расскажет Ильшима Петрусевич во второй части нашего сегодняшнего урока. А я хочу подчеркнуть несколько нюансов, духовных нюансов в законах Кошерута. Первый духовный нюанс в законах Кошерута, что запрещено есть некошерных животных, и запрещено есть животных кошерных, которых убили не в соответствии с законами Кошерута. Некошерных животных нельзя есть, потому что в крови животного находится его душа, то есть находится программное обеспечение человека, находится в его крови. То есть там есть разные гормоны, кровь переносит кислород, кровь переносит все информационные, иммунная система, она находится в крови и так далее. То есть кровь человека, она это информационная, конкретная среда, которая переносит информацию о тех программах здоровья, которые в нем присутствуют. Когда человек съедает некошерное животное, то он берет и программный код этого животного соединяет с собой. То есть он его съедает, и это животное встраивается полностью или частично в его внутренний мир, в мир человека. Поэтому Бог запретил евреям есть всех некошерных хищных животных, животных, которые питаются падалью, животных, которые каким-то образом несут негативные черты характера. Этих животных есть нельзя. Можно есть только добрых, веселых, хороших животных. Овечки, коровки, такие вот они не хищники, хищника вообще есть нельзя. Уточек можно есть, птичек разных там, курочку можно есть и так далее. Все такие вот нежные, хорошие, спокойные животные. Всех животных хищных, ядовитых, опасных есть категорически нельзя, чтобы с ними не соединяться. Собаку есть нельзя, например, потому что собаки есть хищные, они гавкают, они могут, человека кусаются. Все, то есть собак мы не едим, они не кошерные. Теперь мы берем добрых, хороших домашних животных, которых есть можно. Кошерные коровы, кошерные курицы, кошерные овечки. И их тоже нельзя есть сразу. Нужно их кошерно зарезать. Значит, когда их зарезают, то они не страдают. Специальным одним действием, максимально острым ножом, как бритва, чтобы они не чувствовали боли, в определенном месте им перерезается горло, и сразу же у них в мозге отрезаются тот канал, который несет туда боль, страх. То есть у них не вырабатывается адреналин, они не страдают при кошерном способы забоя скота. Теперь, когда их так перерезали им горло, оно, скажем, засыпает, оно не, оно не страдает, не мучается, не гневается перед смертью, но при кошерном убое сразу же сливают всю кровь. На всякий случай вся кровь из этого животного сразу сливается, чтобы, если оно все-таки мучилось перед смертью, чтобы это страдание не перешло в того человека, который его съедает. Значит, слили всю кровь, убрали всю кровь, и дальше животное проверяют на наличие болезней, от которых оно могло бы умереть. А вдруг это животное смертельно больно? Его проверяют по специальным законам, эти законы изложены в шелхонарухе. И, значит, если у животного найдена болезнь, от которого она могла бы умереть в течение года, есть список этих неизлечимых болезней, которые, от которых животные умирают, то это животное тоже есть нельзя. Поэтому кошерные животные, которые продаются в кошерных магазинах, они максимально здоровые. И когда ты съедаешь это кошерное животное, кошерное мясо, то в этот момент ты соединяешься с абсолютно чистым строительным материалом, который не только не вредит твоей душе, но приносит пользу и твоему телу, и твоей душе. Теперь овощи, кошерные все овощи, фрукты, кошерные все фрукты, но есть нюансы, здесь тоже есть нюансы, например, есть в Израиле седьмой год, каждый седьмой год должны отдыхать поля, должны отдыхать сады, и в это время нельзя обрабатывать землю, это как субботний год, и если в этот год нарушали законы Бога и обрабатывали землю, то эти овощи и фрукты, которые выращены с запрещенным способом, их тоже есть нельзя, есть в этом нюансы. Кошрут это средство, потребляя своих 2-3 килограмма еды в день, выполнять волю Всевышнего, совершенствовать свою душу. Не просто жить для того, чтобы есть, а именно есть для того, чтобы жить. Переводить еду материальную в духовную энергию, в духовную силу, это то, что касается основных законов кошрута. Есть также законы о смесях, нельзя смешивать мясное с молочным, это вам во второй части расскажет Ильишама, Пентусевич расскажет основные законы, связанные с кошрутом. Я же хочу вам сказать такую интересную вещь, что человек, который научился контролировать свой пищевой инстинкт, он ставит свое животное, сущность, свою животную сущность, он ставит его под контроль своей человеческой сущности, своего интеллекта. Есть люди, которыми управляют их вожделение, их, на иврите это слово такое, то вот вожделение, они не могут контролировать свой питательный инстинкт, они обжираются, становятся жирными, они болеют, они едят вредную еду и так далее, то есть, их животная часть намного сильнее, чем их интеллектуальная часть. Понятно, что они бы хотели бы избавиться от вредных привычек переедания, но они не могут. Их животная часть сильнее, чем их интеллектуальная часть. Но есть еще более высокий уровень развития, это когда интеллектуальная часть у человека управляет его душа, духовная часть. И вот тут как раз приходят законы Кашрута. Они, с одной стороны, позволяют человеку поставить под контроль свою животную сущность. Есть, например, времена, когда вообще нельзя ни есть, ни пить. Йом-ки-пур, самый святой день в году, когда мы уподобляемся ангелам, мы не едим и не пьем, целых 25 часов захода солнца до выхода звезд в Йом-ки-пур. Мы не едим и не пьем. Как это так? А потому что у меня главное это душа. Этим человек показывает, что не он зависит от тела, а он управляет телом. Тело это инструмент для поднятия души, поэтому Йом-ки-пур мы не едим и не пьем. Есть еще посты, когда мы не едим и не пьем, пост 9-ая ава и так далее. Мы каждый раз показываем, кто хозяин. Хозяин душа, хозяин интеллект или хозяин это тело, инстинкты, вожделения и так далее. То есть жизнь по Торе это подчинение своей животной части, в начале своей рациональной части, своему интеллекту и подчинение интеллекта божественной воле, которая выражена через Тору. И кашрут это яркий инструмент, это способ и проверить себя и ежедневно выполнять заповеди и совершенствовать свою душу. Поэтому живите по Торе, питайтесь кошерно и будет у вас все великолепно навечно. Всем привет, с вами Ильшиман Пентусевич. Я вам расскажу про аллогическую составляющую этих заповедей, которые мы будем изучать. Мы находимся в законах о запрещенных кушаниях. это глава 46 в книге Кицушу Ханарух. Написано так. Мясо и молоко вместе запрещено есть. Варить и получать от них какую-либо пользу. Поэтому, если какая-либо вещь запрещена как смесь мясного с молочным, следует спросить раввина, что теперь с ней сделать. Поскольку иногда такие вещи запрещены к любому использованию. Написано так. Есть очень много вещей, которые запрещены в употреблении. Допустим, запрещено кушать мясо, которое корову зарезали неправильно, током ее убили или еще что-то. Это запрещено. Надо есть мясо, которое ее правильно зарезали, там шхейта называть, там раввин. Такое мясо можно кушать. Это очень важная вещь, что соблюдать эти законы, которые связаны с кашрутом. Почему? Потому что через еду мы получаем энергию для любых действий, чтобы делать. И если мы едим неправильную еду, некошерную еду, то она дает нам энергию, которая не подходит для делать заповеди и так далее. И из-за этого это очень важно следить за этим, что правильные вещи входили в наше тело. Это становится уже часть нашей. Если мы едим, допустим, хищников, то хищник становится часть нас. И из-за этого есть очень много законов, которые связаны с едой. Вот кошерное мясо, не кушать морепродуктов, как моллюски, там устрицы и так далее. Рыбы можно, там есть законы. И кроме этого есть еще один закон, который мы только что прочитали, что мясо с молоком, даже мясо, которое кошерное, и молоко кошерное, вместе нельзя их есть. Почему? Потому что этот теленок, который мы его сейчас едим, да, либо бык, либо корова, оно питалось молоком, чтобы прожить, чтобы выжить. и выходит, что это молоко, это для той коровы, это ее источник жизни был, когда она родилась. И ты берешь мясо и варишь его в молоке, это источником жизни, ты используешь его, это неморально. Вот. Из-за этого Тора нам запрещает есть мясо с молоком, чтобы мы были... Очень важно, что человек был моральным. Из-за этого это запрещено. Есть еще один интересный закон, который связан с этим, с мясом и молоком. Пункт девятый. Написано так. Если человек ел мясо или даже просто еду, варившуюся вместе с мясом, он не имеет права есть молочное, пока не пройдет шесть часов. Если человек только разжевывал еду для ребенка, он тоже должен ждать. Вот. Написано так. Девятый пункт. Что кроме того, что нельзя есть молоко с мясом вместе, нужно подождать шесть часов. Почему? Есть в этом очень много объяснений. Одно из объяснений, потому что, что иногда мясо, кусочки мяса остаются во рту, в зубах, между зубами. И когда человек, он сейчас выпьет стакан молока либо йогурт, то попадет это молоко с мясом вместе, и это похоже, как варка. А то внутри человека это варится, но это похоже на варку. И есть очень много законов, которые связаны с отдалить человека от похожего, от самого греха. И когда человек, он ставит себе ограничения разные, то он не дойдет до самого главного, допустим, греха. Вот. И мы видим это во многих вещах. Одеваться кошерно, цануа, это называется, скромно одеваться. Почему есть такой закон скромно одеваться? Потому что, что мы думаем два шага вперед. Если сейчас человек не будет скромно одеваться, то он может вожделение у него быть и так далее. Из-за этого мы всегда думаем два шага вперед. И так мы себя убираем от греха подальше. Всего этого мы видим, как важно следить за тем, что заходит в нас, в наше тело, за едой, которую мы едим. следить, что она была кошерная, была хорошая. Чтобы наше тело, оно было святое. И мы получали хорошую энергию тоже для выполнения заповедей. Давайте мы будем есть хорошее питание кошерную. И тоже, кроме кошерной еды, тоже важно просто хорошо есть, чтобы хорошо чувствовать. Если будем хорошо чувствовать, мы сможем успеть за нашу жизнь очень много вещей и стать успешными людьми. кое-каке. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok